Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру продолжает цикл бесед о послании святого апостола Павла к Ефесянам. И сегодня мы говорим о шестой главе. Дети, повинуйте своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним. Как должны вести себя христианские дети? Причем не только маленькие дети, конечно, дети выросшие. Повинуйтесь родителям своим в Господе, почитай отца твоего и мать. И тут важно отметить, что все заповеди, они, так сказать, не зависят от того, насколько достоин другой человек. Мы должны проявлять почтение к родителям, потому что они родители. Они подобные нам грешные человеки, у них могут быть какие-то неприятные черты характера, они могут быть в чем-то неправы, но мы должны проявлять по отношению к ним глубокое почтение, мы должны проявлять заботу о них, когда они будут в ней нуждаться, и это необходимое требование христианской жизни. Бывает так, что когда люди молодые, особенно когда они совсем подростки, когда человек переходит от детства уже к взрослой жизни, это очень такое бурное и напряженное время, и он восстает, бунтует против родителей, и апостол говорит нет. Вот в любом случае, в любом возрасте надлежит почитать своих родителей. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». И также дается наставление отцам, чтобы они не раздражали детей и обращались с ними тоже мудро. И далее апостол говорит об обязанностях слуг и господ. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугоднике, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком. Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которую он сделал, раб ли свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Современному читателю это может показаться непонятным и даже несколько таким неприятным, потому что мы привыкли к тому, что слуги и господа это вообще плохо, у нас нет слуги и господ, мы живем в культуре, которая провозглашает равенство как ценность, и мы привыкли смотреть на общества, в которых существовали такие, такая четкая социальная герархия с неодобрением. Как здесь апостол относится к рабству, как к явлению? Говорят, вот апостол Павел оправдал рабство, он его не оправдал, он его не осуждал. Он исходил просто из него, как из наличной реальности. Апостолу здесь вообще не рассматривает вопрос о том, рабство это хорошо или плохо. Плохо на самом деле, но для апостола это не является предметом его рассмотрения, потому что он живет в обществе, где рабство уже существует, как факт, и будет существовать еще очень долго. И он не призывает устраивать революцию и восстание Спартака, он наставляет людей, как действовать в тех обстоятельствах, которые реально существуют. И в этих обстоятельствах он наставляет людей вести себя определенным образом. Рабы должны исполнять свои обязанности, они должны повиноваться господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего. Как Христу, служа как Господа, не как человеком. То есть человек, оказавшийся в положении зависимого, в положении раба, должен добросовестно исполнять свои обязанности. Веди себя добросовестно на том месте, где ты оказался. Это побуждает вспомнить, например, библейскую историю Иосифа, которого братья по зависти продали. Он оказался в Египете, оказался там в рабстве. И, наверное, можно было бы преисполниться по этому поводу горечи, негодований, ненависти и враждебности. Но он, находясь в рабстве у некого египетского чиновника Патифара, он добросовестно несет свое служение, он ведет себя честно по отношению к своему хозяину, он заботится о его богополучии, и он в итоге становится вторым человеком в доме. То есть мы видим, что на том месте, где он оказался, не по своей воле, он вместо того, чтобы преисполняться горечи и гнева и обиды, он ведет себя добросовестно и старается делать добро своему хозяину. Ну, казалось бы, не обязан, он же оказался там не по своей воле. Но он старается делать добро своему хозяину. И евангельская этика говорит, что мы должны во всех обстоятельствах делать добро всем людям. Насколько это актуально для нас? У нас нет рабства как института, но, конечно же, у нас существует социальное неравенство, существуют социальные иерархии. Хотя у нас равенство провозглашается в теории как ценность. Конечно же, существует огромное имущественное неравенство, и в любой корпорации, на любом рабочем месте существует определенная иерархия. У нас есть начальство, мы его слушаемся, оно дает указания, мы их выполняем. Мы, в принципе, можем уволиться, уйти к другому начальству, но везде, где есть работа, где есть какая-то организация, везде есть какое-то начальство. И апостол говорит, выполняйте, как можно пересказать его наставление, добросовестно выполняйте свою работу, тщательно и добросовестно выполняйте свои обязанности по отношению к вышестоящим, так как если бы вы служили Господу, а не человеком. Каждый получит от Господа по мере добра, которую он сделал, раб ли свободный. И здесь апостол на самом деле очень сильно подрывает институт рабства, потому что он говорит, что каждый получит от Господа по мере добра, которую он сделал. И раб и свободный, и рабочий в магазине, и владелец сети этих магазинов. То есть любой человек, на каком бы, какую бы социальную позицию он не занимал, он получит от Господа по мере добра, которое он сделал. Не важно, в какое социальное положение вы занимаете, но там, где вы находитесь, на своем месте, исполняйте свои обязанности как можно более добросовестно. И вы, Господа, поступайте с ними, также умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть Господь на небесах, у которого нет лицеприятия. Человек, который является рабовладельцем, должен помнить о своих обязанностях по отношению к рабам, что он поставлен Богом в это положение, и Бог спросит с него, как он использовал свою власть. Вообще говоря, мы привыкли считать, что рабовладелец обязательно негодяй. На самом деле нет, не обязательно. Это просто человек, который находится вот в этой социальной позиции, в обществе, где существует рабовладельец. Или помещик, или вот человек, который находится в такой социальной позиции, где он имеет власть над другими людьми. И это, конечно, всегда большой соблазн, потому что, да, вот человеческое сердце лукавое и крайне испорчено, но это особая ответственность от Бога, поскольку такой человек поставлен заботиться о людях, которые находятся под его властью. Далее апостол пишет. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было встать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресло вашей истиной и облегшись броню праведности, и обувь ноги в готовность богоествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможности угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который из Слова Божия. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом. Старайтесь о сём самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением, возвещать тайну богоествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. И здесь апостол говорит о духовной брани, то есть о духовной битве. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие. Ну, всеоружие – это снаряжение, вот это полный набор вооружения, в котором воин выступает на битву. И у апостола, это не первый раз, несколько раз у него появляется в его посланиях образ христианина как воина Христова. И важно понять смысл вот этих таких милитаристских метафор, поскольку христианин – это человек, вовлеченный в духовную битву. И образец воина, духовного воина, воина Христова – это монах. То есть это человек, который полностью себя посвятил служению Богу. И мы знаем, в чем состоит его воинствование, он ни с кем не дерется, он никому не ставит ногу на грудь, он никого не пытается убить. Здесь совершенно напротив, это человек, который пребывает в молитве и смиренном служении, но он, как и воин, подчиняется Богу, подчиняется Вашестоящим, как и воин, он несет тяжкие труды и лишения. Хотя он, в отличие от воина, никого жизни не лишает и имеет дело с чертками, а не с какими-нибудь там смертоносными оружиями. Но мы являемся воинами в том смысле, что мы на службе. Христианин – это воин. Иногда человек начинает морчать, что ему что-то не нравится в церкви, что ему, не знаю, утомительно стоять, или что-то еще ему там не подходит как-то, вот его это все не увлекает, не веселит. И апостол говорит, что правильное восприятие христианина в себя – это воин. Воин, он не говорит, а что это окоп какой-то неудобный, а почему это в нем холодильника нету там с холодными напитками, а почему это я должен там трудные всякие работы выполнять, а почему это я должен офицера слушаться. Но ответ один – это что, воин? Воин ты или кто? Ты в армии находишься. Ты сейчас в армии, да, армия предполагает, что вот тебя там забросили в какое-то место, ты там копаешь окоп, это утомительно, там комары тебя кусают, да, но это вот часть твоего воинского служения, ты не можешь требовать комфорта и уюта в этот момент, потому что ты находишься в армии. А в действующей армии ты еще и опасности подвергаешься большой. И в этом отношении христианин подобен воину в том плане, что он должен терпеливо сносить тяготы и лишения службы, когда они возникают, и он ни в коем случае не должен поднимать вопрос о том, а насколько мне все это удобно и комфортно. Ты в армии? И апостол говорит о том, что эта битва носит духовный характер. То есть он не говорит о том, что вот он здесь подчеркивает, наша брань не против плоти и крови, то есть не против других людей. Воины Христовы это не те, кто наносит поражение другим людям. Важно это понимать, потому что, опять-таки, это одно из проявлений нашей падшей природы, что мы в силу нашей падшей природы существа дрочливые. Мы постоянно с кем-то конфликтуем, и если мы христиане, нам хочется объявить этот наш конфликт Божьей войной, и что мы вот, хочется кого-то физически побить. Но апостол говорит, что наша война не против плоти и крови. Мы не против людей воюем. Мы воюем за людей напротив. Но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы и века сего, против духов злобы поднебесных. Апостол еще раз обращает внимание на то, что существуют духовные силы зла. Понятно, что иногда мы сталкиваемся с тем, что вот люди говорят, ну как, ну в 21 веке, там верить в бесов, ну в общем, собственно, что такое произошло за прошедшее время, со времен апостола, чтобы нам не верить в бесов. Бесы, увы, реальны, они, увы, существуют. Да, бывает какая-то преувеличенная паника в отношении бесов, как Клайв Льюис пишет в предисловии к письмам Баламутам, что есть два заблуждения в отношении бесов. Одни в них не верят, другие верят, и при этом к ним питают ненужный, нездоровый интерес. Мне попадались там какие-то брошюрки на тему бесов, сидящих в компьютере, при этом брошюрки были явно набраны на компьютере, и понятно, что это может вызвать какой-то скептицизм в целом, но Библия говорит, что духовные силы зла реальны. Да, бывает в некоторых неправославных духовных сообществах, когда люди вообще считают, что все беды происходят от бесов, там человек не может найти работу, надо выгонять беса безработицы, у человека насморк, надо выгонять беса насморка, и тому подобные вещи. На самом деле, конечно, от безработицы надо идти осваивать профессию, а бесы, как говорится в одной шутке, они и сами первый раз видят. Но бесы, тем не менее, реальны. Они реальны, и мы должны отдавать себе в этом отчет, что они будут пытаться побудить нас к греху, они будут пытаться нас отвратить от веры, отвратить от церкви. И мы должны им твердо противостоять. Примите все оружие Божие, примите Божие снаряжение, припоясав чресло, вашу истинную, то есть одев пояс. Пояс истинным, понятно, что воин он носит, оружие, меч, кинжал на поясе, и первое, что человек делает, собираясь на войну, это он одевает пояс. Облегшись в броню праведности, в доспехе, обувь ноги, в готовность богоествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которому возможности угостить все раскаленные стрелы лукавого. Шлем спасения возьмите, меч духовный, который есть Слово Божие. Апостол здесь рисует перед нами картину воина, который вооружился, который готов к битве, и который постоянно пребывает в состоянии такого бодрствования. То есть он понимает, что он находится на позиции, он ожидает нападения врага в любую минуту, и христианин должен понимать, что в любую минуту мы можем столкнуться с нападением врага. В любую минуту в нас могут быть направлены раскаленные стрелы лукавого. И надо помнить, что лукавый, он не просто хочет нам причинить какие-то огорчения, он именно хочет втянуть нас в грех. В этом отношении мы должны быть бдительными. Когда к нам приходят какие-то помыслы, мы должны помнить, что за этими помыслами могут стоять некие духовные сущности. Мы должны отдавать себе отчет, а от кого эти мысли. А почему, собственно, мы должны этим мыслям следовать. Когда, например, человек сталкивается с чем-то возмутительным и испытывает ярость и гнев, он должен понимать, что кто в этом заинтересован, кто, собственно, меня побуждает к этой ярости и гневу. А кого я порадую, если сейчас я выскажу какие-то гневные слова, не придется ли мне потом об этом сожалеть. И вот человек должен постоянно пребывать в состоянии этой духовной бдительности. И меч духовный, который есть Слово Божие, то есть христианин призван непрестанно получаться в Слове Божие. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом. Старайтесь о всем самым, со всяким постоянством, молением во всех святых. Апостол подчеркивает необходимость постоянства в молитве. Он это делает неоднократно, потому что есть даже совершенно неверующие люди, которые молятся. Это известный феномен молящегося атеиста. Я сам несколько раз в жизни молился, когда я был атеистом. Просто вот в каком-то большом огорчении, когда человек молится, даже будучи неверующим. Но верующий человек, он молится постоянно, он делает это усердно. Есть у нас традиция молитвенного правила, когда мы молимся постоянно утром и вечером. Или люди молятся не только утром и вечером, у кого есть возможность, и такое богочестивое усердие, молятся постоянно. Это очень важно делать не под настроение, это очень важно делать независимо от настроения. Поэтому иногда спрашивают, а почему мы молимся по молитвослову? Ведь естественнее же молиться своими словами, раз мы общаемся с нашим родным отцом, как-то странно с ним общаться по написанному шабону. На самом деле, конечно, хорошо и правильно молиться своими словами, но великая помощь молитвослов, и без него никак нельзя обходиться, потому что иногда мы не в состоянии молиться своими словами, мы не можем сосредоточиться, мы устали. А вот молитвослов – это и средство духовной дисциплины, кроме всего прочего. И это возможность присоединиться к тому духовному потоку, который существует в церкви. Поэтому важно молиться постоянно. И апостол также говорит, «И о мне молитесь, дабы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением, возвещать тайну богоествования, для которого я исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Ефесяне должны молиться об апостоле, потому что он исполняет посольство в вузах. Вот это очень парадоксальное выражение, потому что посол – это фигура чрезвычайно почтенная. Это кто-то, кто представляет своего государя. И, конечно же, послам всегда отношение самое уважительное. Но апостол сидит в вузах, он в тюрьме сидит, и он является послом величайшего царя, он является послом Иисуса Христа. И в этом парадокс Евангелия, что спасение, оно приходит к нам через людей, которых мы не ожидаем. Вот человек, который в тюрьме сидит, является посланником величайшего царя. И подобно тому, как Христос пришел в уничиженном виде, принял смерть, так и христиане, верные христиане, великие святые, претерпевают гонение и преследование за его имя и исполняют это посольство в вузах. Дабы я смело проповедовал, как мне должно. И апостол заключает свое послание несколькими стихами, он говорит, «А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, который я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь». Апостол упоминает Тихика, возлюбленного брата и верного в Господе служителя, который должен прибыть к Ефесянам для того, чтобы вы узнали о нас, чтобы он утешил сердца ваши. То есть в то время для того, чтобы поддерживать связь между общинами, необходимо было, конечно, личное присутствие, никаких средств связи не было. И вот апостол посылает Тихика для того, чтобы через него поддержать общение с Ефесянами. И он заключает словами «благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа». Он еще раз удостоверяет Ефесян и всех нас в благодати Божией, для которой нам только нужно неизменно любить Господа нашего Иисуса Христа. Что здесь имеется в виду? Что значит любить Господа? Иногда люди думают, что это значит переживать какие-то эмоции, какие-то переживания. Мы привыкли к тому, что слово «любовь» означает эмоцию. На самом деле это не совсем так. Слово «любовь» включает в себя эмоции тоже, да, конечно. Но Христос не говорит «если любите меня, испытывайте эмоции». Все-таки он не об этом немножко. Он говорит «если любите меня, соблюдите мои заповеди». Любовь ко Христу проявляется в том, что мы соблюдаем его заповеди. И его заповедь, как говорит псалмопея, безмерно обширна. То есть, когда мы начинаем углубляться в то, в чем состоят заповеди Божии, мы видим перед собой непочатый край работы, мы видим, как много нам следует изменить, как над многим нам следует потрудиться. И когда мы трудимся, мы возрастаем в любви к Господу, мы возрастаем в богодати, которую нам и преподает святой апостол Павел. Субтитры создавал DimaTorzok